Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся. И сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим на тему путешествия в Сочи на своем автомобиле. Забегая вперед, скажу, что в Краснодарском крае ходит слух, что автопутешествия в Сочи находятся сейчас под угрозой. Давайте разбираться. Перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, нажимайте на лайк, в процессе пишите свое мнение и свои комментарии. И еще перед началом я хочу вам презентовать наш авторский гайд «Путешествие по Большому Сочи». Он наконец-то готов. Мы с Настенькой закончили его писать, и он готов радовать вас и делать ваше путешествие по Сочи насыщенным, легким и классным. Для того, чтобы приобрести наш гайд, вам нужно просто написать либо мне, либо Настеньке в директ в инстаграм. И да, кстати, цена гайда всего лишь 490 рублей. А вот теперь начинаем. Я думаю, что многие из вас выберут ехать в Сочи на автомобиле в 2021 году. Это действительно самый удобный способ отправиться в Сочи, чтобы провести свой отпуск максимально насыщенно. Согласитесь, когда у вас под боком свой собственный автомобиль, то путешествие становится очень мобильным. Вы сегодня тут, завтра там, послезавтра еще в какое-нибудь место поедете, а через 4 дня вообще поедете, находите вершину ее покорять. Но вот напишите в комментариях, кому не понравится данный вариант. Да, конечно, можно арендовать машину на месте, но не у всех есть такая финансовая возможность. А есть другая категория людей, которые категорически не поедут в Сочи на своем автомобиле, так как серпантин многих пугает. Да, это действительно сложный отрезок пути в Сочи. Дорога максимально включает водителя в весь процесс управления автомобилем. То есть здесь не поставишь машину на любимый мой круиз-контроль, не расслабишься. Здесь постоянные повороты на 90 градусов, на 180 градусов, постоянные спуски и подъемы. Здесь сужение, здесь нужно постоянно чуть дать газ, потом резко тормозиться. Здесь всякие поселки, здесь переходы, и действительно дорога сложная. Я как водитель неоднократно ездил по этой дороге в Сочи. И Сочи, она действительно сложная, но она точно тому стоит. Она безумно красивая. Приехали мы в Сочи еще в 20-м году осенью и решили здесь перезимовать. И ситуацию на дорогах я наблюдал, наблюдаю каждый день. Так как каждый день мы отправляемся для себя в новое место в Сочи и очень-очень много путешествуем по этому большому городу. Я могу смело заявить, что город даже вне сезон стоит. И стоит сильно. Когда были сильные дожди, были оползни, какие-то дороги были разрушены. Из-за этого дороги перекрывали, соответственно, из-за этого росли пробки. Они были не просто желтые, красные. Они были по-настоящему бородовые. Но сами знаете, когда одну полосу превращают в ноль полос, движение просто останавливается на вертвое. Был достаточно долгий период, когда мы каждую поездку в сторону центра Сочи, например, в Хосту, Мацесту или на какие-то водопады, возвращаясь домой в Адлер, мы стояли минимум 1 час. На участке от Хосты до самого микрорайона Адлера. Потому что вели серьезные реконструкции. И в связи с этим в Сочи появился слух о том, что приезжих не будут пускать в Сочи с 1 июня на своих автомобилях. Прикиньте, откуда я это узнал? Недавно на пляже мы встретились с подписчиком, и он мне рассказал эту новость. На что, конечно, я не поверил. И сказал ему в ответ, дай богу, бред, такого не может быть. Ведь у нас сейчас все заинтересованы в этом году, чтобы люди отдыхали на наших берегах и никуда за границу не ездили. А он тут говорит, что это не просто какая-то новость в каких-то пабликах. Это действительно новость, которая прошлась по телеканалам и была в Яндекс.Новости. Придя домой, я, конечно же, загуглил эту информацию и сам убедился в этом. И вот сейчас, если зайти в Яндекс.Новости, то первый заголовок сразу будет следующий. Чиновники заявили, что будут готовить специальный закон, согласно которому будет ограничен въезд на автодороги Сочи для любого транспорта, который зарегистрирован за пределами Краснодарского края. Если подобное решение примут, то запрет вступит в силу уже с 1 июля. Дальше я решил пробежаться по другим каналам, посмотреть, что они говорят в данной ситуации. Въезд иногородних машин в Сочи могут запретить с 1 июля. В Сочи могут ограничить въезд автомобилей из других городов и регионов. Впервые эта инициатива прозвучала во время рабочего совещания по вопросам готовности уличной дорожной сети к началу летнего курортного сезона. Далее с другого источника. Если все пойдет по плану инициативной группы, то ограничения могут ввести уже с 1 июня по 1 сентября. Представляете? Так планируют снизить высокую загруженность городских дорог и сделать пребывание в Сочи более комфортным. Стран. Соответственно, кто-то дополнительно заработает на прокатах автомобилей, на других различных передвижениях общественного транспорта, то есть электричках, автобусах и так далее. А вы знаете, я недавно прокатился в электричке и скажу вам, что там обстановка как в метро в час пик. И мне лично, как отдыхающему в Сочи, находиться в такой обстановке, в электричке, в давке совершенно некомфортно. Лучше в пробке, но в своем автомобиле. Как считаете вы? Напишите в комментариях. Я продолжил искать информацию по данной истории и открыл новый источник. И тут меня ждало немного успокоения. В Сочи предложили ограничить въезд машин туристов. Однако, один эксперт указал на моменты, которые помешают реализовать идеи. Слушайте, у депутатов законодательного собрания Краснодарского края возникла идея ограничить въезд в Сочи автомобили, которые прибыли из других городов и регионов России. Администрации города пока не готовы комментировать возможность изменений, но все же это рассматривается. Опыт может оказаться весьма полезным и выигрывает от него общественный транспорт и такси. Впрочем, об этом я сказал выше. В результате может быть создан прецедент, на который будет ориентироваться и в других городах, курортах. Однако, есть множество дополнительных отрицательных факторов. Например, узнать, куда направляется машина, которая въезжает в Сочи. Создавать посты на въезде, что неизбежно вызовет серьезные заторы на границе населенных пунктов. А мне кажется, что если они все это дело одобрят, то по примеру 2020 года будут сделаны какие-то определенные пропуска. Я помню, что в Краснодарском крае не были даже нескольких цветов. И все, вуаля. Кроме этого, пострадает туристическая отрасль. Пандемия закончится и люди откажутся от отдыха. А в Сочи начнут искать места, до которых можно добраться на личном автотранспорте. Наши депутаты, конечно, любят запрещать, но нужно сначала провести подготовительный этап, который будет изглаживать все минусы. Как ранее заявил директор Ассоциации Труппомощи, курорты сейчас бьют рекорд по бронированию мест, на что повлияло закрытие международных авиасообщений из-за пандемии, а также реализации программы кэшбэка. Да, это 100% так. Поверьте мне, мы здесь с октября 2020 года находимся, и то, что происходит сейчас на пляжах, такого в 2019 году не было. Мы тоже здесь жили в мае 2019 года, пляжи были пустые, сейчас пляжи битком. И причем купальный сезон и пляжный сезон открылся не 1 июня, как это обычно было из года в год, а 1 мая. То есть на целый месяц раньше. Пользуются популярностью сейчас в России все курорты, безусловно, начиная от Краснодарского края, Крыма, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, а также и Казань, Алтай, Байкал, Японское побережье. Буквально все в этом году будет пользоваться туристическим сезоном. Скажу еще вот что от себя. Я не знаю, насколько реально запретить въезд в Краснодарский край на своем автомобиле, но как показала обстановка 2020 года, возможно все. И если кому-то в голову наверху стукнет, что давайте закроем, то они точно возьмут и закроют. И все поедут на море без своих машин, что конечно, я уверен, попортит отпуск многим. Как считаете вы? Пишите в комментариях. Не забывайте поделиться данным видеороликом в своей социальной сети. Это конечно помогает в развитии канала. Ну и конечно же нажимайте лайк и до новых выпусков. А увидимся мы с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok